Самое оздоравливающее из развлечений баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Ну а в детской библиотеке имени Гайдара подвели итоги конкурса «Елка, Чука и Гека». Это творческое состязание проходит в нашем городе 13-й год подряд. Но на этот раз с особенным размахом. Почти 850 участников и 12 номинаций. Победителей и лауреатов награждали три дня подряд. Результаты знает Карина Харитонова. Гостей выставки встречает символ года. Поделка из газет и салфеток в натуральную величину взрослого эрдельтерьера. Ее автор – восьмиклассница Аня Лобанова. В конкурсе «Елка, Чука и Гека» она участвует уже седьмой год подряд. Но главную награду Гран-при берет впервые. На этот результат девочка и ее мама работали полтора месяца. Там надо вырезать, снимать ее, приклеивать, выбрать форму, как ноги не узкие или они не широкие, морда не длинная, не короткая. Я люблю сложность. Я люблю попробовать что-то посложнее, поэкзотичнее. О экзотике на этом конкурсе, хоть отбавляя зимние дворцы из пряников, елки, из ватных дисков, в ход шел любой подручный материал. В этом году на суд жюри представлено более 900 поделок. Это абсолютный рекорд за 13 лет существования конкурса. Все поделки сделаны в разной технике изготовления. И почему такое большое количество? Я думаю, это связано с тем, что каждый год конкурс поддерживается. Помимо того, что присуждаются первые, вторые, третьи места лидерам по изготовлению поделок. Но каждый ребеночек, пусть эта поделка будет самая маленькая, самая крохотная, возможно сделана своими руками, но каждый участник не остается без внимания. Самой младшей участнице конкурса 5 лет, старше 14. А всего в творческом состязании приняли участие 845 клинских ребят. Мастерили сами или коллективно, активно включались и родители. Семейное творчество здесь только приветствуется. Работ было столько, что жюри пришлось добавлять номинации. Теперь их не 7, а 12. Вы не обижайтесь, нам пришлось очень сложно. Жюри работало по нескольким номинациям. Вот, можно я вам маленький секрет расскажу? Не обидитесь? Никому не расскажете? Это секрет. Нет, не расскажем. Я ваши дипломы подписывала ночью, представляете? Ночью. Потому что жюри никак не могло определиться, кому дать первый, второй, третий момент. Можете себе представить? И даже представить трудно, что награждать конкурсантов пришлось 3 дня подряд. В итоге только дипломы победителей получили 212 ребят. Остальные стали лауреатами. Кстати, самой мастеровитой была признана 8-я школа. В конкурсе приняли участие сразу 115 ее учеников. Карина Хритонова, Андрей Королев, Юлия Левицкая. Новости дня.